Я не попала на автобус, вот такая я прям несчастная, сейчас опоздаю, вот, и я самая лучшая, охренительная массажистка эго. Всем привет, Оксана из Алабамы, сегодня я продолжаю ответы на ваши комментарии. У меня вдохновение, поэтому я решила сегодня записать несколько роликов. Итак, читаем комментарии. Не в обиду, но вы кажетесь немного наглый и везде сущий свой нос, куда не надо. Будь я заказчиком, гнал бы таких подрядчиков куда подальше. Обалдеть. Никогда не знаешь, вот, когда приходишь к американцам, то есть она покупает разные детальки, потом она их соединяет. Я кажусь немного наглой, но понимаете, давайте начнем с того, я расскажу, какое у меня было детство. В детстве я всегда участвовала в конкурсах чтецов, я участвовала во всех спектаклях, я Баба-Ягой была, представляете, все хотят быть принцессами, снежинками, а я хотела быть Баба-Ягой, я хотела быть, когда мы Чаполина ставили, царицей вишней, то есть это то, что такой был гадкий персонаж, никто не хотел быть царицей вишней, нужно было стервозно, что-то так говорить. И мы там на сцене какого-то театра выступали, я была царицей галогенов в Торм, то есть я должна была выйти на сцену, станцевать там что-то там, то есть я разрушала металлы, я брала негативную роль, я делала стингазету, участвовала в олимпиадах. Ну, представьте себе, учитель спрашивает, кто хочет поехать на олимпиаду, ну, из тех, кто, как говорится, что-то шарит в их предмете. Я всегда поднимала руку, то есть я была какой-то активисткой, но я не вступала в комсомол, хотя мне говорили, почему ты не вступаешь в комсомол, ты же такая активная, а потому что я говорила, ну, вот все другие вот отличницы, все они вступили в комсомол, а я не хочу быть как все, то есть я могу быть активной и, как говорится, приносить пользу школе и классу, но я в комсомол не вступлю из принципа. С 11 лет я печаталась в газете «Ташкентская пионер Востока», потом меня печатали в комсомоле Узбекистана, и я считаю, что я была таким пробивным человеком. Когда я уже поступила в университет, я помню, надо было в автобус влезть, чтобы успеть на пары на свои. Так, если было очень много людей, человека, который был передо мной, я заталкивала его в автобус, и я не стояла так, ой, я не попала на автобус, вот такая я прям несчастная, сейчас опоздаю. Вот, двойные фигушки с маслом, чтобы я опоздала на пару, я лучше кого-то затолкну, сама залезу, как селедки в бочке, будем все вместе ехать. Когда я была на третьем курсе, я организовала бизнес, я дала объявления, там бумажки везде распечатала, что мы на заказ делаем курсовые и дипломные работы. Вы себе не представляете, сколько я прочитала на заказ, чужим написала курсовых и дипломных работ. Причем я организовала нескольких девчушек, умненьких отличниц, и я с этого имела 20%. То есть, я была уже, как говорится, капиталистической свиньей уже тогда. Родители мне никогда не давали деньги, потому что, ну, не было денег, то есть, я могла только стипензию получить, и стипензии хватило купить в проездной. И так я пришла к выводу, что мне нужно как-то самой мозги включить. Я писала, и если, например, я заказывала кому-то работу там курсовую какой-нибудь девочке, я знала, что она справится, она мне это все выдавала, и все писалось от руки. Это даже не было компьютера в каждом доме, принтером. Писалось от руки, я потом встречалась с клиентом, и клиент мог быть не на третьем курсе, а на четвертом, на пятом. То есть, мы писали более высокого уровня работы, и я с этого имела 20%. То есть, я давала людям заработать, и имела на этом сама. Я всегда была пробивным человеком. Я не считаю этим наглостью. Наглость, например, я считаю, что вы пришли в гости к кому-то, и открываете их холодильник без спроса. Если вам сказали, вот возьми в холодильник, это одно. Вот это, я считаю, наглость, в моем понимании. Когда я прихожу к клиентам, очень часто в этих домах ничего интересного нет. И я даже, я просто могу снять на видео какой ремонт, я вам говорю, я снимаю, что вам нужно сделать, потому что сегодня мы должны, например, 3-4 дома объехать, и Сергей не запомнит, что мы видели. И я записываю, что клиент говорит, и потом я это могу стереть. Бывают моменты, когда я рассказываю человеку, что я ютубер, и что я люблю разбивать стереотипы, знакомить с интересными людьми. В психологии у американцев есть термин, называется массаж эго. Все знают, что такое массаж, да? Массаж головы, массаж лица, да? Кстати, есть канал Юлисы Фаминой, подпишитесь, если вы не знаете. Вот она вам все расскажет, как следить за своим лицом, какие кремы, какая гимнастика. Замечательный канал, я на него подписана, вот похвасталась. И чтобы все делать, чтобы соблюдать все эти советы, которые она дает, было бы замечательно. Но суть в том, что я... А что ты об этом заговорила? Что ты опять съехала? Так, вернемся, 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 вернемся на тему, на тему, вернемся. А, мы говорили про массаж, да? Массаж, массаж, массаж. Так вот, есть массаж эго. Психолог Александр Свеж называется поглаживание, когда вы делаете людям комплименты. Вот я обожаю делать людям комплименты. Если я увижу на них красивую одежду в магазине или где, или даже мужик какой-нибудь работает, от него приятно пахнет каким-нибудь хорошим парфюмом, а я делаю ему комплимент. Если я вижу ребенка там в каких-нибудь красивых там мигающих башмачках, я скажу, какие у тебя классные кроссовки. И засияет человек. То есть я ему даю этот импульс, они начинают внутри радоваться в душе, и из них начинает исходить такая пульсирующая, выжелательная энергия. Мы этого очень мало делаем в жизни. Хвалим мало людей, хвалим семье. Я хвалю своих детей, своего мужа. Нет, иногда критиковать нужно, но все равно. Я специалист по массажу эго. Поэтому я так ролик называла, что я наглая массажистка эго. И когда я вижу, что клиент интересный, у него какие-то интересные хобби, он что-то коллекционирует, я говорю, давайте я покажу вас и ваши коллекции, потому что я люблю показывать интересных людей. 99% соглашаются. Некоторые говорят, вот, например, как женщина, которая показывала, как они табак скручивают в сигареты. Некоторые говорят, ой, не надо меня снимать, только можете снять, что у меня тут есть. Такие есть люди. То есть во мне нет вот этой нахрапистости, чтобы идти и без спроса открывать их какие-нибудь там холодильники, их ниши и смотреть, и что-то снимать. Если я какой-нибудь ящичек загляну, так это ящичек, где они хоронят какие-то свои принадлежности для своего рукоделия. И мы уже с ней оговаривали, что я могу это сделать. То есть я никогда не выхватываю камеру, не начинаю снимать как придуршина. У вас, конечно, иногда возникает впечатление, что я такая придуршина. Но нет, я очень хитрая, умная. Я все просчитываю. И я самая лучшая, охренительная массажистка эго. И поэтому очень часто люди ко мне тянутся и дают мне снимать у них дома или снимаются в моих роликах. Потому что очень многим не хватает этого. Не хватает этого лучика, чтобы им сказали что-то приятное. Иногда человек может работать, работать, а его жена не похвалит. Или что-то делать ребенок может, а его могут родители начать критиковать за то, что он сделал неправильно. или что он там что-то не доделал. Понимаете? Нет, я верю в то, что надо людей хвалить. Когда я была студенткой, чего я только не читала. Я сейчас вам перечислю. Вам некоторые имена даже будут неизвестны. Я читала Блаватскую. Я читала Луизу Кей. Карлоса Кастанеду. Огни-йогу. У меня Огни-йога до сих пор стоит. Я читала Поль Брега. Лечебное голодание. Я читала писателя Берна. Игры, в которые играют люди. И книга «Как находить друзей и осказывать влияние на людей» тоже была мной прочитана. И я не совсем соглашусь, конечно, что в этих книгах написано. Но там очень много интересных советов, которые я почерпнула. И так что мне это в жизни помогает. Так что, если честно, да, Сергей надо говорить, что я наглая, как танк. Но я не считаю себя наглой. Вот честно, вот я не считаю. Но мне было очень интересно прочитать этот комментарий и его обсудить. Напишите, что вы думаете. Я просто считаю, что я пробивная. То есть я научилась как и бизнес раскрутить. То есть, если бы я не была пробивной, я бы не сделала Сереге документы, грин-карту. Я адвокатов не нанимала. Я изучила на миграционном сайте, какие бумажки заполнять, какие документы приложить. За ручку его брала. И водила там и к врачу на всякие тимонизации. И все делала, как мамочка. Кстати, люди делятся, как психологи считают, на три типа. Есть человек-жертва, человек-преследователь и человек-спаситель. Вот, наверное, моя проблема по жизни была, что часто я была как спасителем, спасателем. Спаситель и спасатель. Ну все, интерференция замучила, задушила. Вот, спасатели. То есть, жертва, спасатель и преследователь. Так что, иногда мы меняемся ролями. То есть, можно, конечно, если человек будет по жизни иметь характер жертвы, он никогда не сможет иметь успешный бизнес. Он не сможет общаться с людьми. Так что, вот такие дела. А у меня Сергей иногда, он как жертва, тоже может быть. То есть, когда пришел ко мне, я видела в нем жертву, которую надо помочь, дать и грин-карту. Я видела в нем спасателя, потому что он меня спасал, какие-то там тела, у меня крыша протекала, а он мне за мои деньги, он ее мне заменил. Но это мне бы обошлось дороже. Но я на полторы тысячи материалов, он мне купила, нам хватило материала. Вот. То есть, иногда мы меняемся ролями. Ну, вот такие дела. Вот так что мы эту тему обсудили. Читаем следующий комментарий. Если хотите больше заказов, то надо вести себя сдержанно и наколки по возможности прятать. Не прыгать, не выражать сильных эмоций, не лазить в чужие ящики и не спрашивать про хобби, сколько стоит дом. Итак, во-первых, задайте себе вопрос, почему вы так написали. Я в своем ролике не спрашивала, что нужно сделать, чтобы было больше заказов. Вы мне можете заплатить, и я вам скажу, что делать, как себя вести, за какую рекламу платите, сколько, чтобы было больше заказов. Есть такой психолог Михаил Лобковский. У него есть 6 правил счастливой жизни. И одно из этих правил – не говорить, отвечать только на вопрос. Одно из этих правил – отвечайте только на вопрос. То есть, у меня не было вопроса, помогите нам, чтобы у нас было больше заказов. Понимаете? Задумайтесь, вы в жизни у вас, много ли таких ситуаций? Может быть, вы зря тратите свою энергию жизненную на то, что вы даете советы, которые никому не нужны. Я считаю, что каждый человек должен ощущать себя личностью и не бояться, что он не получит этот заказ. Ну, то есть, если он контракт. То есть, если он будет бояться, он не получит. То есть, наоборот, если мы не будем теми, кто мы есть, они уже могут испугаться, услышав наш акцент. Понимаете? Сергей – это его лицо. Он любит эти свои татуировки, он гордится ими. Он гордится тем, что он может сделать качественную работу. И когда мы заходим, я вам расскажу, как мы заходим, раз вам так интересно. Мы заходим, и, разумеется, не начинаем бегать по дому с камеры. Почему вы так, с чего вы взяли, что? Мы заходим сдержанно, я всегда такая вся при параде, все такая, сегодня мы ходили на контракт. А Сергей всегда в какой, в любой майке может прийти, весь такой. По нему видно, что он такой прожженный, матерый волк. Вот. И, кстати, если у вас будет столько татуировок, на многие работы в Америке вас не возьмут. Так что имейте в виду. И если вы идете на интервью, в какой-нибудь приличный офис, вам как раз придется закрывать свои руки. А многие подрядчики как раз все в наколках, потому что они не боятся, они работают на себя. Чего им бояться? Они не боятся, что о них подумают. Так вот, мы заходим, мы слушаем, какие у хозяина проблемы, и начинаем ровчаться. Нас всегда начинают спрашивать, откуда мы, почему у нас русский акцент, почему у меня телефон с флоридскими номерами. Я объясняю, мы жили во Флориде, я не меняла с тех пор телефон. И у меня, то есть у нас всегда завязывается беседа. Мы недавно пришли к одному мужику, мы делать ему будем контракт, он в Сицилии. Он спросил, откуда мы, он сказал, он в Сицилии. И я так сразу сказала, о, сегодня у нас собрание русская и сицилистская мафия. Ха, вместе. То есть я начинаю шутить. Я всегда начинаю шутить с клиентами, чтобы их расслабить, чтобы они не боялись русских. Им столько в средствах массовой информации про русских рассказывают, что у некоторых действительно может быть какой-то страх, недоверие, если они русских не встречали, допустим. То есть я всегда хочу разбить лед. Иногда мы уходим, не сняв ничего, кроме как вот какой у нас объект. А если мы идем по дому, мы видим какую-нибудь интересную коллекцию, после того, как мы узнаем о проблемах хозяина, мы можем остановиться и поговорить об этой коллекции, попросить снять ее на видео. И можно ли там покататься на поисканах на дороге, как Сергей сделал. Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови! Прикол! Это был очень веселый момент. И хозяин видит нас, людей, не каких-то там зажатых, а веселых, открытых, у которых есть другие хобби, помимо этой работы. Понимаете? Я пришла к выводу, когда я как раз была зажатая и сдержанная, я не шутила, у меня не было канала в Ютубе, я все время боялась, получим мы контракт, не получим контракт. Но Сергей работал за копейки. И мы очень много вкладывали в бизнес, и иногда прям были невыгодные контракты. То есть я не была, как говорится, не могла разобраться, как лучше общаться с людьми, чтобы их себе расположить. Когда я была зажатая и без Ютуба, и не интересовалась, какие у них хобби, вот тогда у нас контрактов было гораздо меньше. Люди любят, когда вы ими заинтересованы, когда вы видите в них не только доллар, а вы видите в них личность, у которой есть вкус, какие-то интересы, какие-то хобби. Я хочу увидеть в клиенте, в любом, не просто денежный мешок, это мой главный принцип. То есть я хочу видеть человека, американцу, у которого есть мозги, хоть какие-то. Некоторых я приглашала к себе в гости, они пробовали еду и давали мне интервью. Я хочу увидеть личности, что у него за душой. Понимаете? А что я не просто денежный мешок. Я хочу вас во всех увидеть личность. Мне это интересно. Мне канал Ютуб очень помог и в своем собственном росте. Понимаете, дорогие мои? До новых встреч! Мы желаем счастья вам! Мы желаем счастья вам! Мы желаем счастья вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok